Тачки 2 детский мультфильм, но в нем также есть много и взрослых моментов. Авторы пытаются показывать разные кадры, чтобы разнообразить свой мультфильм, но и чтобы он совсем не был детским. Поэтому тут вы увидите и ревность МакКуина, и настоящую похвалу Шин Франческо от Салли, и даже пошлые вещи от Метро. Сегодня я покажу вам все самые взрослые кадры в Тачках 2, и объясню, зачем во второй части Тачек столько взрослых моментов. Добрый день, с вами я Санчес, и сегодня я покажу вам все взрослые моменты в Тачке 2. Поехали! Авторы стали по-другому добавлять взрослые моменты, ведь если в первой части такие кадры были показаны, так скажем, прямо, и сразу было понятно, на что намекают авторы, то уже со второй частью они решили намеки давать аккуратнее, и взрослых моментов, хоть вот тоже много, все они непрямо понимаются. Первый момент мы можем видеть, когда МакКуин сидел вместе с Салли на романтическом ужине, и вдруг увидел, как много машин собирается возле телевизора, увидев там Франческо Бернулли. Он стал говорить Салли, кого там показывают, что это еще один гонщик. Тогда Салли стала чуть ли не тянуть его имя, и выговорить, что это Франческо Бернулли. Когда Молния МакКуин подметил, что, мол, совсем не так говорится, она сказала, ну я же не виновата, что он красавчик с обнаженными колесами. Сразу же стало видно по Молнии МакКуин, что он ревнует с Салли к Франческо, увидев ее реакцию на гонщика. Он даже добавила, мол, чем плохи крылья, говорила нравится вроде, как бы давая понять, что у него есть крылья, и что раньше ей все нравилось. Ческо Бернулли. Вот отчего толпа. Откуда ты знаешь его имя? И не произноси так. Слогов там три, а не десять. Что? Я виновата, что он красавица, у него обнаженные колеса? Говорил, нравится вроде. Когда Мэтр находится в ванной комнате в Токио, он сидит на японском унитазе и неуклюже нажимает кнопку мытья. Затем устройство выпускает холодную струю воды на его шасси, заставляя его кричать от боли и испуга. В приведенной выше сцене, прежде чем выйти из ванной, Мэтр предупреждает просто старых машин Цундапа, когда она начинает хихикать, приготовьтесь к брызгам. Я не знаю, что это могло бы значить, думаю, вы сможете представить сами, но сцена явно взрослая. Ведь обычно в мультфильмах не показывают туалеты персонажей, тем более настолько открыто, показывая, что и где там подмыли нашему Мэтру. Дальше уже находясь в Токио, увидев Франческо Бернули, Мэтр решил сказать ему о том, насколько Салли впечатлена его колесами. Тут мы снова видим, как неудобно молнии Маквин, а ведь Мэтр старается показать, насколько она большая его фанатка. Франческо на это все говорит, значит у Салли есть вкус, и также говорит, что женщинам нравится, когда нам нечего скрывать, давая понять, что Салли нравится внешний вид, как у БК, у самого Франческо Бернули. Тут мы снова видим момент ревности молнии Маквин. Франческо не удивляет, это естественная реакция на Франческо. Женщинам нравится, когда нам нечего скрывать. Предлагаю тост. Давай. За мой завтрашний выигрыш, посвященный твоей Салли. После того, как Холли Делюкс находит Мэтра и думает, что он есть и тот американский агент, она предполагает ему единицы для передачи файлов, где есть фото пушки Цундапа. Но наш Мэтр совершенно же не агент, поэтому ему кажется, что Холли намекает на уединение. И он говорит, что, прям так сразу? После этого он подъезжает к своим друзьям и спрашивает, что такое тет-а-тет. Когда ему говорят, что это свидание, он начинает хвастаться, что подцепил англичанку, и что у кого-то завтра будет свидание. Увидев ее среди других машин, он ей ставит еще в более неудобное положение, крича, что она милая. Эх, Мэтр, юный джентльмен. Что значит тет-а-тет? Эээ, свидание. Свидание? Мэтр, что стряслось-то? А то стряслось, что у меня завтра свидание с лековушкой. Ну, чекрой тут. Он сказал, не верю. Ой, хорошо быть, мой новый. Похоже, даже Молнии Маквин понравился ваш компьютер, а у HyperPC как раз такие имеются. HyperPC уже на рынке большое количество времени, и им есть чем похвастаться. Их компьютеры можно увидеть у топовых блогеров, и на киберспортивных турнирах. Они сотрудничают с Nvidia и Intel, и поэтому у них стоят все самые топовые железки. Новейшие процессоры, Intel 10-го поколения, видеокарты Nvidia GeForce RTX и многое другое. Да, вот тут ты прав. У HyperPC есть ПК для самых разных целей и предназначений. Если хотите бесшумную модель, то обратите внимание на Mute. Бесшумный ПК полностью на пассивном охлаждении. Но с таким мультфильм и смотреть самое то, в комнате будет очень тихо. Ну или играть в какую-нибудь новую игрушку. Этот компьютер подойдет для всех игр на максимальной настройке графики. Ну или можно посмотреть другие модели у HyperPC. Lumen – эталон игрового ПК с возможностью кастомизации. Поменять цвет компьютера или подсветку, или что-то другое – все это возможно в Lumen. Nano X – стильный, компактный, а самое главное – мощный. Dynamic – на кастомном водяном охлаждении. Компьютеры HyperPC – официальная платформа киберспорта в России. Они делали ПК для Virtus.pro и Navi, а также компьютеры HyperPC на базе графики GeForce RTX, игровая платформа Epicenter, по дисциплинам CSGO и Dota 2. Переходи по ссылке в описании и сам убедись в качестве и производительности их ПК. У HyperPC прямо сейчас проходит розыгрыш на HyperX Allow Origins и HyperPX Plus Fire FPS. Ссылка на сайт и сам розыгрыш в описании, а условия там совсем простые. Переходи и выигрывай. Кроме моментов ревности и пошлых историй Мэтра, тут есть и сцены жестокости. К примеру, нам впервые показывают, как Цундап взрывает американского агента, который помогал МакМислоу. Причем показывает этот спредысторий и показывает, как его пытают. Прям как в лучших кадрах в фильмах. Сцена довольно жестокая и совсем не для детей. После, так скажем, назначенной встречи от Холли, Мэтр помогает Молнии МакКвинн за комментированием гонки. Пока Молнии МакКвинн обгоняет других соперников, Мэтр говорит, кого и как надо обгонять. Но к ним подключилась Делюкс и он сразу же ей говорит свидание, мол, прямо сейчас. Дело в том, что Делюкс подключилась к наушникам и теперь Мэтр говорит прямо с ней. Я не успел подготовиться, сказал Мэтр. И мы можем видеть, как он выезжает в гараж и начинает чистить зубы языком. Видимо, Мэтр сразу думал о целованиях. Но, к сожалению, Холли свидание отменила, а наш Мэтр уже готовился к поцелуям. Скорей на улицу! Только не серчай, что к свиданию не успел подготовиться. Как говорится, в чем быть? В Порто-Корсо уже в Италии, когда Холли просто меняет свой голос на фальшивый, чтобы отвлечь, ну то есть других старых машин за пределами казино, она просит с итальянским английским акцентом. Не мог бы ей кто-то помочь. На что Иван отвечает. Похоже, вам нужна помощь на дороге? Показывай ей свой буксирный трос с крючком. По ходу дела Иван решил не просто так помочь иностранной девушке. Что в поисках сильного мужского двигателя? Она просит меня, Иван! Кто сказал? Нет, 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 не надо, что вы? Не ссорьтесь из-за меня. Сеньоры эвакуаторы, перфавори. Дальше нам показывают, как старые машины ждут мистера Карденвал на каком-то собеседовании. Примечательно то, что после того, как Карденвал хоть и удаленно, но показывает мощь своей пушки, она взрывает разных гонщиков на трассе, все стараются устроить вечеринку, а на столе с самого начала кадра лишь украшенные лимоны. Просто лимоны, вечеринка – это термин, использующийся для стариков, нетрадиционной сексуальной ориентации. Геи, проще говоря. И многие до сих пор думают, не был ли это такой взрослый намек от авторов. Просто считайте, все машины старые, на столе лишь украшенные лимоны, больше ничего не лежит, а они потом устраивают вечеринку. В общем, это какой-то взрослый момент. Многие люди на зарубежных форумах пытались даже скандалить, показывая эту сцену, и говоря о том, что слишком много каких-то факторов на этой сцене, и это не просто совпадение, а что это, возможно, такая взрослая шутка от авторов. Кто знает. После того, как Франческо Бернули приехал в Радиатор Спрингс, ибо так и не удалось показать, кто быстрее, Молнии Маквин или Франческо Бернули, ибо чемпионат закрыли, и ребята так и не выяснили, кто из них быстрее. Он знакомится с Салли, девушкой Молнии Маквин, и Салли потом говорит Молнии. Мол, не так Франческо и хорош. Понятное дело, когда Франческо уже уехал. Но как только Молния ему уезжает, она вместе с Флоу говорит, ох, открытые покрышки, а ее выражение лица говорит, что она до сих пор впечатлена его фигурой и шинами. И посмотрите на Флоу, походу она тоже впечатлена его фигурой и шинами, и даже хочет что-то выпить, чтобы, ну хотя бы немножечко, так скажем, остудить свой пыл. Моментов в Тачках 2 не меньше, чем в первой части, да и некоторые тут даже показались мне более пошлыми. Но из-за того, что авторы умело пытались их скрыть и не показывали прямо открыто, дети, безусловно, их не заметят. А для взрослых мультфильм покажется довольно интересным. Особенно моменты с Мэтром и Холли, и, конечно, их попытки флиртов. Если вам понравилось видео, то не забывайте ставить лайки и писать комментарии, ваша активность влияет на выход видео. Как я вам и говорил, 500 лайков, но видео выйдет активнее. И также не забывайте подписываться на друзей, у них крутой контент, и думаю, будет приятно. Все ссылки будут в рекомендации. Ну вот и все, с вами был Санчес, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, и пока. Субтитры сделал DimaTorzok